здравствуйте друзья здравствуйте мы вышли с кузей на улицу а тут такой ветер и я даже переживаю немножко что вы будете слушать ветер а не нас с кузей ну а у меня сегодня такие хорошие идеи для вас мы сегодня не просто вышли гулять с кузей мы сегодня с кузей взяли с собой мелочек этот мелочек фиолетовый потому что для моей сегодняшней сказке нужен именно фиолетовый мелок но мы не будем с вами торопиться я сначала посажу кузю на колени и поиграю с вами в игру давайте соединяйте ваши пальцы помните нашу игру помните когда в гости в дом стали стучаться солдаты и так мизинчики у нас это дети безымянные пальчики это мама средний пальчик папа указательные пальцы солдаты а большие пальцы это двери играем играем тук 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 хлоп 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 кто там спросили дети это мы солдаты пустить переночевать ой мы не знаем мы спросим у мамы мама что дети мама мама там солдаты просятся переночевать ну я даже не знаю спросите у папы что дети там солдаты просятся переночевать но так пустите входите ах какая благодать чтоб пустили ночевать в бою и двери открылись как вам такая игра мне кажется она вообще самая лучшая из всех которые мы только с кузи играли ну что вы не не запомнили еще или наоборот вы не забыли еще другую игру как у деда ермалая вся семейка небольшая только сам да сама только кум да кума только сыновья с усами только дочери с косами да две внучки у печи уплетают калачи ну что покушали калачей солдат ночевать пустили значит можно приступать к сказке что же у нас сегодня будет за сказка такая сейчас покажу итак фиолетовый мелок а еще мальчик его зовут гарль и он пришел из книжки которая так и называется гарль и фиолетовый мелок да и вся эта история она про то как гарль рисовал и мы сейчас с вами тоже будем рисовать я надеюсь у тебя дома есть мелки тогда они сегодня вам очень очень пригодятся на улице отправляемся отправляемся рисовать далеко я далеко от вас друзья видно вам меня или не очень я надеюсь что видно читаем читаем книгу так я кузя сажаю он будет зрителям как и вы и мы приступаем так кузя сел я его поудобнее устрою так и так и так гарель и фиолетовый мелок как-то раз вечером гарель вышел прогуляться под луной а луны никакой не было зато был фиолетовый мелок и гарель взял и нарисовал фиолетовую луну а потом он нарисовал дорогу ему же нужно было прогуливаться и вот гарель под луной гулял по дороге он долго-долго шел но дорога его никуда не приводила и гарель стало скучно и тогда он себе нарисовал тропинку да но тропинка должна быть лесная правда же а как можно идти по лесной тропинке если нет ни одного дерева и гарель нарисовал ну-ка что это такое конечно дерево гарель решил что дерево должно быть всего лишь одно чтобы гарель не заблудился среди деревьев и он решил что это дерево пожалуй будет яблоня пусть на дереве растут яблоки замечательно а вдруг кто-то придет и яблоко унесет гарель стало ужасно жалко что их кто-то съест и он решил нарисовать зубастого дракона ой дракон был очень страшный очень зубастый такой зубастый что гарель попятился от него он стал пятиться и мелок в его руках задрожал ой 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 на самом деле гарель боялся дракона ой 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 ну что это гарель стал тонуть потому что он нечаянно нарисовал море он погружался в воду все ниже и ниже и вода и жоп ему уже доставала до рта скорее скорее гарель правильно надо было кразу нарисовать лодку и вот наш гарель уже плывет на лодке но еще веселее когда у лодки есть парус гарель плыл под парусом а луна плыла над ним и гарель подумал что бесконечно плыть мне интересно лучше все таки выбросить якорь на берег и гарель выбросил якорь и тут был такой чудесный берег что гарель с радостью пошел по берегу и местечко это было такое замечательное что гарель решил на этом месте устроить себе пикник сначала он нарисовал прекрасное одеяло а потом на этом надеяле он стал рисовать пироги семь вкусных пирогов с разными начинками и он от каждого пирога откусил по кусочку ну куда же девать остальные семь пирогов гарель недолго думал он нарисовал сначала колючего дикобраза и сказал кушай дикобраз пироги а потом нарисовал оленя с рогами пусть олень тоже кушает пироги и пошел дальше на самом деле было уже очень поздно и гарель мечтал оказаться снова в своем доме но он огляделся по сторонам а своего дома рядом не было и поэтому гарель решил что ему нужна высокая гора потому что с высокой горы всегда отлично видно дом и гарель стал рисовать гору и тут же по ней карабкаться он рисовал еще и карабкался еще и еще как вы думаете гора должна быть очень высокая мне кажется да гарель ду было трудно лезть но что можно было еще придумать он залез на самую вершину а потом стал падать вниз потому что с другой стороны он не успел нарисовать гору он падал вниз и думал о том что наверное сильно ушибется поэтому надо было срочно рисовать воздушный шар а у воздушного шара корзинку гарель летел в корзине воздушного шара а луна летела вместе с ним и гарель думал ой 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 все таки хорошо бы приземлиться и гарель нарисовал травку полянки и сошел с воздушного шара он подумал что обязательно должно быть где-то рядом окно его дома и гарель нарисовал дом и в этом доме никаких сухих травок не было там были окошки и еще окошки и еще окошки но вы знаете это не были окошки дома гарель это не был дом и гарель грустно прошел мимо а месяц точнее луна была вместе с гарель там всегда и гарель приуныл он подумал как же найти то свое окошко сквозь которое он все время смотрел на луну и тут гарель догадался он нарисовал окошко внутри снаружи вокруг луны луна была внутри окошка да 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 а потом он нарисовал шторы которые всегда были на его окне а под окошком он нарисовал кровать да с мягкой подушкой и с матрасиком и гарель лег в кровать и даже нарисовал себе одеяло а потом фиолетовый мелок выпал из рук гарельда прямо у кроватки и гарель заснул вот вот такая чудесная история ты погоди никуда не уходи я во первых сбегаю за кузей во вторых я принесу книжку потому что я тебе очень хочу сказать что эту историю я не сама придумала что все что я нарисовала длинный у меня рисунок получился все нарисованное было в книге да отпускаешь меня отпускаешь меня за книгой так я возвращаюсь ага будем смотреть книжку кузь тебе понравилось кузя говорит да мне безумно понравилось мне просто очень-очень понравилось я же всегда просто так рисовал мелочком а оказывается можно рисовать целые истории да кузенька это действительно так можно рисовать целые замечательные истории и вот он гаральд и вот фиолетовый мелок но в моей книжке он пожалуй даже какой-то розовый или даже сиреневый но вы узнаете гаральда и луну которая была вместе с ним и то как гаральд рисовал яблони на дереве и то как гаральд нарисовал дракона потом которого испугался и как его мелок задрожал и гаральд случайно нарисовал море в котором начал тонуть смотрите тут даже не видно гаральда видно только его руку да который лихорадочно рисует лодку спасительную лодку в которую можно запрыгнуть да да и даже рисует парус а вот он уже бросил якорь а вот он уже вышел на берег а вот он рисует пироги помните сколько было пирогов ну конечно там было семь тарелок с пирогами и все с разными начинками и гаральд покушал а потом нарисовал оленя и дикобраза пусть они доедают эти вкусные пироги и гаральд пошел дальше и стал рисовать высокую гору так такую высокую с которой между прочим очень страшно падать и гаральд чтобы не разбиться внизу стал и быстро быстро рисовать воздушный шар и на этом воздушном шаре гаральд долетел до первого домика и до лужайки но дом оказался не гаральда и он пошел дальше на самом деле он стал рисовать очень много домов он нарисовал целый город я ребятки не смогла пусть ты не обижайся не 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 я не буду обижаться но целый город мы решили не рисовать с Кузей вы сможете сами нарисовать целый город в котором очень много окошек вы слышите шум это едет поливальная машина сейчас она проедет и мы дальше с вами поговорим хорошо что она нас с Кузей не стала поливать целый город вы будете рисовать сами в этом городе столько окошек что я даже их не могу посчитать нарисуйте пожалуйста такой и если вы совсем умеете хорошо рисовать лучше чем я то нарисуйте пожалуйста дяди дядечек у которых гаральд спрашивает как же пройти к его дому но дяденька мог сказать иди прямо и больше ничем гаральду помочь не смог и тогда только гаральд вспомнил что лунутон всегда видел свое собственное окошко и поэтому он нарисовал окошко вокруг луны а потом нарисовал кроватку в которую лег и заснул гаральд чудесно заснул мелок выпал у него из рук вот так а когда выпадет мелок из рук уже рисовать что-то новое не получается только знаете я что думаю наверное гаральд во сне видел сны ты когда-нибудь во сне рисовал мелочком я ни разу может быть ты нарисуешь сны гаральда попробуй ладно а мы с кузей будем прощаться надеюсь ты все услышал всю нашу волшебную историю и вертер тебе не помешал мы прощаемся с тобой дружочек пока пока до новых встреч